Месть Хюрем Султан. Какой она была? Сегодня поговорим про месть самой Хюрем Султан. В чем она заключалась? Почему многие зрители считают, что мать обиделась на Хюрем из-за того, что она отказалась мстить за их смерть? Давайте разбираться. Хюрем Султан та, которая смогла покорить свою судьбу и достигнуть небывалых высот там, где, казалось бы, нет надежды и света. Гарем – это тяжелое место для женщин. Там нет мамы и папы, там есть строгие правила и конкурентки, которые хотят твоей смерти. Каждый день делает тебя сильнее или ты рискуешь своей головой и статусом. Что значит статус? Это значит все, так как именно он определяет твое место в Гареме и дает билет в богатую и защищенную жизнь от большей части опасности. Юная девушка, которую украли татары и продали в Гарем к султану Сулейману, пережила ад на земле. Она видела, как рушится ее мир, как убили ее родных и близких. Казалось бы, жизнь кончена. Нет ничего в сердце, кроме мести за то, что вся ее жизнь потеряна. Впереди только темнота от неизвестности. Куда ее везут? Что сделают? Она не знала ничего. В руке сжимая свой крестик, она молила бога, чтобы тот ее забрал к себе. Забитым зверьком она шагнула в Гарем, смотря большими зелеными глазами неизвестность. Она взращивала в своем сердце только месть и злобу. Девушка привыкла к местным реалиям и обдумывала, что она будет делать дальше. Во сне родители навестили девушку и подбодрили ее. Время лечит и позволяет смотреть на самые тяжелые ситуации холодной головой. Так произошло и с нашей Александрой. Время шло, душа зализывала раны. Когда она увидела Сулеймана, Александра вцепилась в тот свет, что стал появляться у нее в сердце. Любовь и только она меняет людей и помогает жить дальше. Вскоре девушка смогла покорить сердце султана и стать той, без которой он никогда не сможет жить. Вы сейчас спросите, а в чем же ее месть? Давайте вспомним тот самый момент, когда к ней пришла ее мать и сказала, что она забыла за месть. Хюрем ответила матери, что она мстит, что смогла завоевать сердце султана, что у нее появился сын. Хюрем выбрала для себя месть в том, чтобы стать самой первой в той обстановке, в которую она попала. Ее сын будет султаном, она станет самой могущественной женщиной в Османской империи. Она теперь будет решать судьбы. Хюрем смогла сбросить с себя цепи рабыни, стала свободной и построила свой собственный мир, несмотря на строгие правила. Да, теперь она могла диктовать правила игры. Никто не сможет больше ее назвать рабыней или смотреть в ее сторону. Она продолжила свой род и записала его в историю. Хюрем хотела, чтобы ее запомнили и знали, что жила такая женщина, которая попала в рабство и, несмотря ни на что, стала вновь свободной и сильнее, чем была раньше. Она поборола всех своих врагов и теперь в Стамбуле мы можем заметить плоды ее мести. Хюрем вошла в историю и не только записи свидетельствуют об этом, но и мечеть, которую сам Сулейман построил в ее честь. Замечательные девочки Даши из города Чебоксары. Ребенку 13 лет, она занимается английским языком индивидуально, хотя страдает ДЦП и для нее это очень сложно. Но она мотивирована и с радостью работает каждый день. Большое вам спасибо, что поддерживаете Дашу.